С выходом процессоров Ryzen виртуальные битвы фанатов Intel и AMD разгорелись с новой силой. Любители красных упираются на их отличную производительность в рабочих задачах. Пользователи синих давят на их лучшую игровую производительность. В этом видео мы подберем лучшие процессоры в каждом ценовом сегменте и подведем итог. Кто же все-таки круче, AMD или Intel? Начнем с минимального уровня. Эпоха двухъядерных процессоров окончательно прошла. Да, пару лет назад четырехпоточный Pentium был топом за свои деньги и он действительно неплохо тянул большинство современных на тот момент игр. Но сейчас это уже не так. Да, на том же Pentium G5400 запустится большинство новинок, но вас будут преследовать постоянные фрезы, лаги и неподгруженные текстуры. Так что играть будет неприятно. За те же 3500-4000 рублей есть вариант интереснее. Это AMD Ryzen 3 1200. Он уже имеет честные четыре ядра, к тому же его легко можно разогнать, даже на самой дешевой материнской плате с чипсетом B350. В итоге его можно назвать минимальным комфортным уровнем как для игр, так и для работы. Разумеется, не стоит думать, что он отрисует вам 100 кадров в том же Battlefield 5, но, например, в паре с RX 570 он пару лет еще будет запускать современные игры с комфортной производительностью. Переходим к следующей категории и назовем ее базовый уровень. После выхода Ryzen 3000 цены на второе поколение ожидаемо снизились, и сейчас можно взять шестиядерный 12-поточный Ryzen 5 2600 всего за 8000 рублей. Плюс этого процессора его отличная за свои деньги многопоточная производительность, так что в хорошо оптимизированных под многопоточную нагрузку играх типа Assassin's Creed Odyssey он будет способен выдавать свыше 60 фпс на максимальных настройках графики, разумеется, если видеокарта позволит. С другой стороны, у архитектуры Zen все не очень хорошо с однопоточной производительностью и взаимодействием между ядрами, да и задержки при работе с ОЗУ несколько удручают. Поэтому в играх, заточенных больше под однопоточную нагрузку, ближайший конкурент у синих это Core i5-9400F, который оказывается на 5-10% быстрее. Однако опять же тут сказывается цена. Решение от синих стоит почти на 2000 дороже. К тому же отсутствие хайпертрейдинг у последнего дает о себе знать. В рабочих задачах у Intel нет ни шанса. Ryzen обходит его зачастую на 20-30%, так что выбор тут снова очевиден. И это AMD. Друзья, а теперь позвольте мне поблагодарить спонсора этого видео, мобильную игру Викинги. Викинги. Война кланов. Это мобильная многопользовательская стратегия в реальном времени, с более чем 20 миллионами игроков. События происходят на великих землях Скандинавии, где полевые командиры викингов сражаются за каждый кусочек драгоценной территории. Это командная игра, здесь есть настоящее ощущение братства. Ты сам решаешь, с кем дружить, с кем воевать, что и как прокачивать. Выбирай свой стиль игры и встань во главе могущественного клана. Мне очень нравится, когда в играх часто происходят обновления и увеличивается количество игроков. Играть становится вдвойне интереснее, поэтому Викинги – идеальная игра. В этом месяце вместе с разработчиками я рад анонсировать конкурс. Два игрока, скачавших игру по ссылке в описании, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. А самый топовый игрок с максимальным уровнем дворца до конца декабря, среди остальных участников, получит MacBook Pro. Доставайте топор, качайте игру по ссылке в описании, забирайте 200 голды и бесплатный щит и врывайтесь в мир викингов. И вот мы добрались до свежих процессоров. Ryzen 3000 были представлены летом этого года. И как это и было раньше, бестселлером стал среднячок – Ryzen 5. У него все те же 6 ядер и 12 потоков. Зато благодаря новой архитектуре Zen 2 он из АЗУ лучше работает, и однопоточная производительность на высоте, и частота в 4 ГГц есть из коробки. Ближайший его конкурент из стана синих – это Core i5-9600KF. Он имеет всего лишь 6 ядер без гиперпоточности, зато отлично гонится до 5 ГГц и имеет один монолитный кристалл. Но вот если за Ryzen 5 3600 просят порядка 14 тысяч рублей, решение от синих обойдется на 2500 дороже. Стоит ли переплачивать? Однозначно нет. В рабочих задачах 12-поточной AMD не оставляет 6-поточному Core i5 ни шанса. В играх ситуация интереснее. С одной стороны, высокая производительность на ядро позволяет Core i5 зачастую быть быстрее. С другой стороны, уже хорошо видно, что без гиперпоточности лезть в максимальный гейминг не стоит. Временами игры слегка фрезят. С учетом того, что для Ryzen 5 3600 обеспечить в современных играх свыше сотни FPS не проблема, его действительно можно назвать лучшим решением для работы и игры за свои деньги. Переходим к топовым процессорам. Здесь AMD Ryzen 7 3700X борется с Intel Core i7-8700K. Забавно, но только в топовом сегменте у Intel есть ответ на Ryzen, правда не очень убедительный. В среднем за 22 тысячи рублей можно найти восьмиядерную новинку от AMD Ryzen 7 3700X. На 4000 дороже продается двухлетний флагман от Intel, шестиядерный Core i7-8700K. Очевидно, что в рабочих задачах синим крыть нечем. Архитектура Zen 2 в этом плане достаточно продвинута, да и дополнительные два ядра дают AMD преимущество. На одном уровне с Ryzen 7 3700X здесь находится разве что Core i9-9900K, да вот только стоит он в полтора раза дороже. Но если вы собираете топовый игровой ПК, здесь не все так очевидно. Даже RTX 2080 Ti зачастую способна выдать под 150 фпс даже в 2к. И тут один кристалл от Intel с низкими задержками дает о себе знать. Вы будете получать на нем фпс на 5-15% выше, чем на двухкристальном Ryzen 7. При этом просадок как у Core i5 здесь нет, все-таки Hyper Trading отличная технология. К тому же стоит понимать, что общая цена сборки с таким CPU может легко уйти за сотню. Так что разница в стоимости между Core i7 и Ryzen 7 тут роли почти не играет. Остается последний вопрос, почему бы не взять Core i7-9700K? Ответ тут прост. У него производительность на том же уровне, что и Core i7-8700K. Но вот сам процессор гораздо горячее. В итоге, если у вас упор на вычислительные задачи, то ваш выбор это Ryzen 7. Если же вы планируете в основном играть, то Core i7-8700K выглядит интереснее. Следующая категория это максимум производительности. Здесь борются AMD Ryzen 9 3900X против Intel Core i9-9900K. И тут ситуация схожа с решениями выше. Процессор от красных имеет больше ядер, целых 12. CPU от Intel может похвастаться лишь 8 ядрами. Зато у него лучше обстоят дела в архитектурном плане. Стоят они примерно одинаково, около 35 тысяч рублей. В рабочих задачах Core i9 оказывается ожидаемо хуже. Конечно, если нужное вам ПО способно использовать под два десятка потоков, что в современном мире далеко не редкость. С другой стороны, в играх Core i9 действительно лидер. Практически везде есть разница между ним и 8700K. Причем временами она доходит до 5-7% в пользу первого. А вот Ryzen 9 3900X показывает себя на уровне 8-ми ядерных собратьев. И это вполне понятно. Игры не так давно научились использовать больше 8 потоков. И перед 24-мя они просто пасуют. Зачастую используя возможности процессора лишь на треть. В итоге, если вы больше играете, чем работаете, берите Core i9. Это даст вам максимальный FPS в играх с хорошим запасом на будущее. Если же вам нужна рабочая лошадка, 12-ядерный Ryzen 9 на равных конкурирует с куда более дорогими решениями. Конечно, еще есть Ryzen 9 3950X. Это 16-ядерный монстр для все того же десктопного сокета AM4. Однако его смысл в домашнем ПК не слишком ясен. В играх он, очевидно, будет даже хуже Ryzen 9 3900X из-за более низкой частоты на все ядра в нагрузке. В рабочих задачах к нему вопросов нет, кроме одного. Чтобы на самом деле полноценно утилизировать 32 потока, нужно заниматься крайне серьезной обработкой. И едва ли кто-то это будет делать на домашнем ПК. С учетом цены, которая в РФ явно превысит 50 тысяч, это будет скорее штучный товар не для всех. Ну что, давайте подведем итоги. Агрессивная ценовая политика, постоянная оптимизация архитектуры, и это на фоне 14-нм застоя у Intel с дефицитом процессоров сделали свое дело. В бюджетном и среднем сегментах у синих нет ни шанса. Процессоры от AMD выгоднее и быстрее в большинстве задач, даже в играх. В топовом сегменте дела у Intel лучше, но не особо. Лишь в играх и при высоком FPS можно заметить перевес их процессоров над решениями красных. И до появления 10-нм решений синей команды ждать улучшений не стоит. Но смогут ли они на равных бороться с Ryzen 4000? Время покажет. Друзья, специально для тех, кто досмотрел этот выпуск до конца, спешу сообщить, что мы совместно с AeroCool и Team Group 15 декабря запустим конкурс в нашем сообществе ВКонтакте. Знаю, что в конкурсы репостов уже мало кто верит, но здесь прозрачность гарантирую лично я, Михаил Крошин и Руслан Лысенко, он же Руди. Мы выбили из рекламодателей целых 12 призов. Там будут и игровое кресло, и комплекты ОЗУ, и SSD, и корпуса, и охлаждение. В прямом эфире на канале вместе с Руди мы выберем 12 победителей. Не пропустите! Ну и конечно в комментариях напишите, кто круче по вашему мнению. Intel или AMD? А пока вы не закрыли видео, поставьте лайк что ли и подпишитесь. Ладно, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok